На календаре четыре подряд выходных дня. Страна отмечает праздник весны и труда. Но если работы много, выходной день не повод ставить ее на паузу. Глава района Алексей Валов свои запланированные выезды и встречи с жителями отменять не стал. В окрестностях деревни Леониха продолжается реконструкция канализационного коллектора Щелково-3 «Звездный городок». Напомним, аварийная ситуация сложилась в канун Нового года. Изношенная бетонная труба разрушилась во многих местах. Коллектор был построен в начале 60-х. Несколько лет назад передан от Минобороны в муниципальную собственность. При этом ни разу не ремонтировался. Сейчас межрайонный Щелковский водоканал установил временную линию и постепенно ведет замену аварийной трубы. На сегодняшний день силами водоканала мы удерживаем эту ситуацию под контролем. Поставлено здесь перекачивающее устройство. Установлен постоянный пост, дежурит, который следит за помпой, за перекачкой электроэнергии сюда. Мы переложили 40 метров трубы, установили два колодца аварийных, поменяли. С понедельника мы уложим еще один участок. Мы его подготовили сейчас к демонтажу. Во время демонтажа у нас будет работать также перекачивающее устройство, чтобы не допустить разлива на рельеф фекальных стоков. Протяженность аварийного участка коллектора порядка полутора километров. Ситуация осложняется тем, что часть трубы проходит под кладбищем Леониха. Задерживает работу и необходимость получения различных согласований, как на местном, так и на федеральном уровне. Весь ремонт и строительство будет осложняться тем, что земли принадлежат разным собственникам от лесничества, муниципальной, военной. В общем, очень много таких подготовительных работ, которые не позволяют вот так вот взять, допустим, и одним разом сделать. Специалисты водоканала рассчитывают на помощь областных и районных властей. Есть надежда, что до конца лета коллектору удастся полностью вернуть работоспособность. Я уже обращался два раза и сейчас обращусь. Из резервного фонда губернатора будет выделено средство для ремонта этого коллектора. Есть уверенность в том, что он будет отремонтирован полностью. Еще одна аварийная ситуация, хоть и меньшего масштаба, оказалась в центре внимания главы района. В Щелкове на улице Комсомольской около дома 24 несколько недель назад произошло оползание грунта со склона. Наверху находится торговый центр Гранд Плаза. Внизу двор. Жители обеспокоены. Елки все посадили, все у нас снесло. И так снесу, что машина стояла, машину заводила. На встрече присутствовали представители районного управления дорожного хозяйства, управляющие компанией. По мнению специалистов, причина в том, что в свое время не были проведены необходимые работы по укреплению склона и отводу поверхностных вод. Теперь все это надо проектировать, закладывать средства. А пока принять первоочередные меры, которые глава намерен обсудить с руководством торгового центра. Мы с ним поговорим, мы веслаями отобьем, хотя бы на какое-то время стабилизировать, а потом их обляжем. Ну а соответственно параллельно будем делать дренаж. Я считаю, что там серьезный проект, потому что масштабы, не выводы катастрофы, а бедствия ощутимы. Удачу поставил, мы проработаем. Алексей Валов также проверил готовность к летнему сезону оздоровительного лагеря «Юнармеец». Сейчас здесь отдыхают без отрыва от учебы дети из Волоколамска. В корпусах по необходимости сделан ремонт, ведется благоустройство территории. Я не первый год проверяю. Как правило, у нас замечаний нет. Здесь достаточно хорошие профессиональные руководители, которые с высокой ответственностью выполняют все порученные работы. И вот что еще важно. Алексей Валов заверил, что лагерь, находящийся на территории городского поселения Свердловский, даже после изменения границ муниципалитетов, вопреки слухам, останется в Щелковском районе. У нас вот это чисто была меценатская программа. И она дала результат. Какой прекрасный лагерь появился. Поэтому мы никому его не отдадим. Приближается День Победы. По указанию Алексея Валова была проведена подготовка к празднику одного из главных мемориальных комплексов Щелкова – аллеи памяти на Пролетарском проспекте. Пока сделан только косметический ремонт, но районные власти изыскивают возможность в дальнейшем провести полную реконструкцию этого мемориала. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова